Народ хочет вас видеть вместе. Тебя, Закаева, Анзора, Масхадова, Арцуева. Всех вам лучше объединиться и вести информационную борьбу против России вместе. Как это должно выглядеть мы, кто там... Короче, все, кто провинился, их отправляют в Украину. И вот Салах не стал исключением, его тоже отправили. А новым муфтиям уже, говорят, назначен Адам Шахидов. Привет тебе, Адам. Почему свободная республика чеченцев называется Ичкерия, если национальность чеченец, что это слово значит на вашем языке? Это слово ничего не значит. Это просто такая область географическая у нас в республике. Называлась Ичкерия. И называется. Почему так произошло? Когда Россия... Мы вообще изначально были... Когда мы провозгласили свою независимость, у нас в конституции мы были записаны как Чеченская республика. Все. Не было Ичкерии. Но потом Россия приняла свою конституцию и в одностороннем порядке просто взяла и внесла нас в свою конституцию как субъект федерации. Хотя мы не подписывали никаких федеративных договоров, ничего. Они просто взяли в одностороннем порядке и вписали, что один из субъектов России и вот Чеченская республика. И тогда как бы ответ на... В ответ на это действие мы добавили вот это слово Чеченская республика Ичкерия, чтобы отличаться. То есть чтобы то, что они записали в своей конституции, отличалось от того, что у нас. То есть вот так появилось это название. То есть это не то, что было как-то изначально задумано, такого не было. Это какая-то такая была мера быстрого такого реагирования на действия России. Если говорить о смысле этого слова, то разные есть версии, что это означает и так далее. Я не буду в это углубляться. Так это просто такая географическая область на граничивости в основном с Дагестаном. Вот эта вот часть, огромная часть, она называется Ичкерия. Видел ли ты интервью Тинькоффа Дудю? Почему-то когда Тинькофф сравнивал Украину и Чечню, мол, это Чечня, это другое, Дудь даже не возразил. Ну вот, потому что реально они так и считают. Вы должны понимать, что Украина для большинства абсолютного, даже либерально настроенных, там, каких-то журналистов и прочих людей, для них Украина это вот что-то другое. Чечня, Чечня, для них, как, вот по поводу этого, как его, Шендерович очень правильно сказал, выкладывал его слова у себя в телеге, даже здесь мы их освещали. Он очень правильно сказал, что Чечня это, ну, это какие-то чеченцы, это какие-то другие люди, там, другая религия, там, мусульмане, язык, культура, там, все что-то другое. Им кажется, что это вот где-то далеко. А Украина, это для них, ну, у каждого практически, там, какие-то родственники, связи, это очень близкий им народ, понимаете, для них это что-то свое. А мы это так. Об этом можно не задумываться. Так, по поводу Салаха, бежи его здесь, спрашивают, кстати говоря, ну, есть уже информация, что Салаха, значит, сняли с должности муфтия. Случилось это с ним из-за того, что он в каком-то узком кругу сказал, говорят, что типа война в Украине это не священная война, что типа вот того, что мы так говорим, на самом деле поехать в Украину, воевать на стороне России не является священной войной, джихадом. И эти слова донесли Кадырову, после этого он пропал на какое-то время в садах межи, видимо, где-то в подвале сидел, а потом вдруг нарисовался в Украине. И сейчас он там, видимо, замаливает свой грех перед Кадыровым. То есть он провинился, ну, вы, наверное, уже заметили, что все провинившиеся перед Кадыровым находятся сейчас в Украине и таким образом добиваются, видимо, прощения. Алаудина в Украине, Хитанае в Украине, кто там. Короче, все, кто провинился, их отправляют в Украину. И вот Салах не стал исключением, он его тоже отправили. А новым муфтиям уже, говорят, назначен Адам Шахидов. Привет тебе, Адам. Сейчас они ждут, говорят, удобного момента, чтобы объявить о назначении Адама муфтиям. Но в этих кругах муфтиятовских, там уже все в курсе, уже к нему относятся как к муфтиям. Просто пока еще этого не объявили, но он уже исполняет обязанности муфтиям. Ну, что сказать, Адам Шахидов давно к этому шел. И назначение его на эту должность, оно неудивительно. Ну, Шахидов, ты еще ближе стал на один шаг к своему краху. Как ты понимаешь, до тебя два человека эту должность покинули из-за своих каких-то косяков перед Кадыровым. Мирзаев, которого Кадыров объявлял пожизненным муфтиям, в итоге лишился этой должности. Вот теперь Салах Межиев, которого Кадыров публично как-то любил по-особенному. Ну, эти какие-то заигрывания самцов, что ли, вот, брачные игры, брачные игры каких-то животных напоминало то, что публично вытворял Кадыров Салах Межиевым, когда он что-то там бороду ему гладил. Они там навстречу друг другу бежали, когда кто-то кому-то приезжал в гости. Кадыров бежал навстречу Салаху, они бежали, обнимались. В общем, это все было как-то очень смешно, забавно, даже пошло с какой-то стороны, в какой-то мере. И вот, как ты видишь, Салах Межиев, так горячо любимый Кадыровым, он тоже оказался в немилости просто из-за своих каких-то слов, из-за своих убеждений. Так что, Адам Шахидов, ты береги эту должность, будь осторожен. И тренируй этот свой удар, который ты хотел применить, попрактиковать его на мне. Хорошо, что ты не стал этого делать, иначе я бы сейчас, наверное, здесь не сидел, если бы твой коронный удар меня бы настигнул. Ну, ладно. Народ хочет вас видеть вместе, тебя, Закаева, Анзора, Масхадова, Арцуева, всех вам лучше объединиться и вести информационную борьбу против России вместе. Как это должно выглядеть? Мы где должны объединиться? Мы где-то должны сесть и как хоровод вокруг елки водить? Что за глупости вы говорите? Что это значит объединиться? Каждый должен делать свою работу, и желательно не мешая друг другу. Вот и все. Нет никаких объединений, ничего подобного нет, и никогда не было, и не должно быть. Те, кто объединены на одной идее, они и так объединены. Те, кто не объединены, ты их никак не объединишь. Это глупости. Оставьте уже эти идеи. Это мне напоминает какие-то детские... Когда мы, знаете, в детстве разбивались во дворах на команды, на группы какие-то. Что тут такое? Вот у нас во дворе была такая тема. Мы строили шалаши, разделились на две команды, типа на две группы. И у каждого был свой шалаш. После войны мы там находили еще патроны, всякие боеприпасы. Эти патроны мы из них порох собирали, там что-то жгли. Ну, такое увлечение, короче, было. Увлечение военных детей. И вот это мне напоминает, знаете, у нас для нас это какой-то обряд тогда, наверное, был, что мы должны были в этом шалаше собираться. И что? Да и ничего. Просто мы там вот сидели, жгли этот порох. Вот что-то подобное вы говорите, типа вы должны объединиться. И как, где-то сесть за стол, чай попить? Или что? Что мы должны делать, объединившись? Мы и так как бы не с кем-то мы не разъединены. Мы и так с кем-то объединены на одной идее. Мы можем в каких-то вопросах разногласить, но это не делает нас врагами. С какими-то людьми мы никак не объединены и не можем с ними объединиться, потому что то, что они делают, это идет в противовес тому, что делаем мы. Потому что просто люди себя считают какими-то особенными и так далее. Бывает такое? Основа в том, что каждый должен делать что-то полезное. Если каждый будет этим заниматься, то все будет нормально. А вопросы там народ изберет, мы тоже часть этого народа, мы тоже будем избирать. Кто-то может быть там претендует на какие-то должности и так далее. Я, например, ни на что не претендую, я являюсь блогером, пока, по крайней мере. Короче, оставьте эту тему, она уже наскучила, насколько надоела. Эти разговоры про объединение, о чем вы говорите? Просто каждый пусть делает свою работу у себя на местах, то, что он может делать, пусть он это делает. Пусть для начала придите к тому, чтобы открыто высказывать свое мнение. Не из-под маски, не изменив голос, а вот просто взять и высказаться, чтобы хотя бы вот это можно было сделать. Это минимальное, что человек может сделать. Надо к этому прийти. Если каждый будет делать что-то полезное, и при этом все будут двигаться в одном направлении, никаких проблем не будет. А те, с кем объединение невозможно по тем или иным причинам, ну здесь ты ничего не поделаешь. Увы, они сами себя поставили в такое положение. Субтитры сделал DimaTorzok